Ну вот, а чтобы мы не гадали, из чего состоит комуз, вообще об этом инструменте много-то и не знаем, у нас прекрасная представительница данного музыкального инструмента. Да, мы ее сегодня позвали специально, чтобы спросить, из чего он состоит, а также, чтобы сыграла. Чулпон Мелезбекова, комузистка. Доброе утро. Доброе утро. Утро доброе. Спасибо, что пришли. И еще просто очаровательное. Да. Очень приятно. Ну, как ваше утреннее настроение? Я самое главное вижу, что вы взяли кому с собой. Настроение отличное, настрой позитивный. Ну, давайте тогда первый вопрос. Как давно вы увлекаетесь нашим прекрасным, замечательным музыкальным инструментом? Ну, музыкой занимаюсь с шести лет. Вот как родители решили отдать мне в специальную музыкальную школу. Ну, как часто это бывает. Да. Я вот и начала заниматься музыкой. С шести лет занимаюсь. Это очень-очень уже давно. Ну, хочется отметить, что когда я поступала в первый класс, меня не взяли. Ну, то есть я немного опоздала на экзамен, и они мне сказали, все, мест нет. Но моя будущая учительница в это время, она на меня так посмотрела и сказала, я проверю данные этой девочки. Если хорошие данные, я возьму, несмотря на то, что у меня забитый график. И вуаля, прошла экзамен успешно, все хорошо, меня взяли, и так я осталась там учиться. И с первого класса начала, выбрали вот этот вот наш замечательный национальный инструмент. Почему вы именно выбрали курс? Возможно, фортепиано, возможно, скрипта. Почему? Вот я же говорю, у меня не было выбора даже выбирать. А если вот сейчас, допустим, какой бы инструмент вы еще хотели бы овладеть? Я, конечно, ни о чем не жалею, что выбрала. Но, конечно, я люблю звучание виолончеля и скрипки. Ой, я хотел бы, я так думал, смотрел, может быть. Виолончель, кстати, тоже классная, скрипка тоже. Да вообще, любой музыкальный инструмент, как я считаю, это самое лучшее, что человек мог придумать, помимо науки и врачей. Да, в общем, музыкальный инструмент, помимо книг еще, музыкальный инструмент – это одно из самых лучших достижений. Ну, а вопрос. У нас только что был опрос, из чего же состоит кумоз, из каких материалов. Давайте спросим тогда у профессионала, из чего же состоит и как его можно изготовить. Ну, конечно. Мои руки. Основа кумоза – это из урюка, из дерева, из дерева, ореховое дерево. Там много вариантов есть. У нас есть специальные мастера. И мой мастер, самый лучший мастер в стране, можно сказать. Все профессионалы делают у Росбая Кенчимбаева. Он на Иссыкуле живет, несмотря на то, что он далеко живет. Мы ездим к ним специально и на заказ делаем вот такие вот замечательные инструменты. Я ранее сказал, что каждое дерево звучит по-своему. Это правда? Да. Самый лучший, самый хороший инструмент – это из урюка. У вас такой? Да, конечно. Ну, давайте тогда, наверное, послушаем звучание нашего прекрасного инструмента, потому что я с нетерпением. Это наше кыргызско-национальное произведение – Брая Туманова «Джаш Талек». Брая Туманова «Джаш Талек» 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 Браво! Вообще круто! Очень здорово! Все-таки корни, да, наши сходы во мне спеть и вспоминаются. Ты можешь идти, вытянулся. Очень здорово. Спасибо большое. Я заметил, когда вы играли, вы играли двумя руками, то есть еще и успевали пальцем играть вот здесь, да? Это называется мелизмы. Мелизмы — это украшение мелодии. Я думал, играли только этой рукой. Оказывается, вообще очень здорово. Конечно. На каких фестивалях вы бывали? У нас в Униссане, возможно, либо же из-за границы. Так как я занимаюсь с детства музыкой, и с детства у меня начались гастроли, концерты, и на международных фестивалях и конкурсах я во многих участвовала. У нас в Кыргызстане в 2010 году Сахколь Кадрутюны международный фестиваль проходил на Иссыкуле. Там я выиграла гран-при, самый первый приз. Я сейчас выбираю из таких важных. В Казахстане, когда прошел такой фестиваль, сейчас вспомню, «Дельфийские игры», тоже международный фестиваль, я там была бронзовым призером. В то время наши наставники сказали, что впервые, чтобы именно в народном отделении мы выигрывали что-то такое весомое. Бронзовый призер тоже хорошее место. Вот когда у человека есть талант, видишь, нет таланта, сидишь с тобой, здравствуйте, доброе утро. Когда у человека есть талант, есть ничуть, получать награды, гранты. Вы говорите, вы занимаетесь 6 лет, кто был вашим наставником? И вы уже сейчас преподаете молодым детям? Конечно. Мой наставник, учитель один и тот же человек. До сегодняшнего дня я выросла в ансамбле. Ансамбль называется «Ахак» — группа комузистов. Этот человек, основатель этого ансамбля и мой руководитель до сегодняшнего дня — Суирхулова Ирина Балтабаевна. На данный момент я тоже преподаю там же, где я уже закончила эту школу, музыкальную школу Абдраева. Просто сейчас в декрете в данное время. Плюс еще есть частная школа «Аклтай» называется. Там тоже преподаю маленьким деткам. Ну, слушайте, а если вот в таком возрасте, как я, в 30 лет придут и спросят, можно будет научиться на комузи говорить? Как вы думаете? Конечно. Никогда не поздно. В любое время каждый может научиться. А много детей к вам приходят именно учиться на комузи? Потому что сейчас детям хочется либо на гимнастику, либо на тейквондо. И сейчас это популярно, комузи? Знаете, примерно 2-3 года назад было совсем по-другому. По-другому относились. Вот последние 2 года я могу сказать, что очень много желающих, очень много поступают. Мне аж прям иногда неудобно становится. Отказывает? Начинается отказываться, ну да. Ну и у тебя тоже как бы есть такое. Ну это приятно, слушай, что наши традиции подобновляются, люди интересуются. Начинают интересоваться, любить. Это очень приятно. Я так сильно, ну не слушал комузи, но вот сейчас как слушал. Очень здорово. Все равно как-то, какой-то ей внутри, она просыпается. В голове уже образ этих гор, вольно-невольно, хочешь не хочешь, так и наши корни сильные. Дают очень много. А вы впадаете в какой-то транс, когда играете в желание какое-то? Конечно, обязательно. Даже многие говорят, почему-то когда ты играешь, глаза, например, закрываешь, или там губы у тебя там, и то, да. Обязательно бывает, потому что каждое произведение носит какое-то своё, своя история есть в каждом произведении. И когда ты играешь, думаешь о чём-то. Прочувствовать. А, ну, недаром же говорят, музыка идёт изнутри. Да. А не из инструментов. Вот, вспомнилась, видишь как. А свои произведения, может быть, пишите музыку. Вот последнее произведение, вы сейчас в конце, наверное, клип дадите, да? Вот последнее произведение называется «Аян». Это произведение основа диджея Ролана. Есть такой замечательный профессиональный музыкант. У него свой лейбл. Он мне написал такое красивое произведение. И мы вместе над этим произведением работали. Мой вклад тоже там огромный. Ну, подождите, не рассказывайте, послушаем все вместе, потом не будет таких, чтобы не было спойлеров. Пускай люди будут заинтересованы. Оставим пока этот клип. А вы чем занимаетесь помимо Кумоза? Есть ли свободное время? Конечно. Свободное время у мамы двоих детей. Такого нет, честно говоря. Онлайн обучение еще плюс. Мое самое важное сейчас занятие, это занятие с детьми, конечно же, дома, семья. Это прежде всего. Помимо этого, я, как и ранее говорила, преподаю, занимаюсь танцами. И... Ну... Пока достаточно. Пока достаточно. Да, хватит. Ничего себе, какая аппетитный кусочек достался вашему мужу. Хватит пока. Не раскрывайте все ваши таланты. Пускай тоже походит, поухаживает, чтобы немножко. Ходил, ревновал. Специально там придет, меня еще побьет. Пускай поревнует, посмотрит, чтобы... Он за дверью стоит. А, он за дверью стоит. Ну, пускай слушает, чтобы огонь любви ваш никогда не угасал. Спасибо. Спасибо большое. Чтобы очаг всегда семейный, горел любовью, прекрасно сопровождался прекрасной музыкой. Вашим детям только благо, здоровье. Спасибо. Ну и в декрите. Да. Тоже поздравляем. Ну, уже начинаю потихонечку. На какого именно великого коммузиста вы хотите бы равняться и быть... И композитором, может быть, даже. Я бы не сказала бы, чтобы прямо на композитора хочу равняться, да, например. Нет. Я уважаю... Равняться на меня. Нет. Именно в моей сфере я люблю произведения Атая Огумбаева. Например, Харамолдова-Розова, Эбрай Туманов. Все они великие, великие, просто величайшие композиторы. Просто мне по душе близка произведение Атая Огумбаева, я так думаю. Потому что у него произведения такие более, как сказать... По характеру, может быть, по... Да, по характеру такие веселые произведения. И за границей, когда ты выступаешь за границей, там больше удивляются, когда ты там руками... А, да, тоже заметили эти движения. Инструменты тоже двигаешь, да. Видели, как играют сюда, вот сюда, чуть ли не переворачивают инструмент, да. Вот. Мне близки такие произведения. Но, конечно же, я параллельно люблю и играю весомые, большие произведения. Ну, слушайте, говоря о вашем таланте, все-таки хочется увидеть этот прекрасный клип. Поэтому мы вам желаем только крепкого здоровья, больше музыкальных произведений, удачи в этой сфере искусства, так скажем. От Billy Chrysler